здравствуйте сегодня у нас две замечательные гости две очень известные в бурятии женщины раджана дугар де понте лидер демократического движения бурятии рхт и наша замечательная всем известная надежда низовкина поэт публицист литератор юрист и самое главное правозащитник надежда я хочу вас поздравить сегодня с днем защиты прав человека сегодня международный день защиты прав человека спасибо за поздравление рада приветствовать и марину раджану рада тому что мы не собрались в этот заменательный день конечно же ситуация с правами человека в нынешнем году резко изменилась тем не менее этот международный день защиты прав человека по-прежнему остается поводом к тому чтобы проанализировать обстановку с правами человека поскольку россия вышла из совета европы и соответственно действие международных правозащитных норм перестала распространяться на граждан россии мы в этом году начиная с этого года оказались полностью беспомощным оказались за железным занавесом и уже не можем действия национальных судов как-то оспаривать на более высоком на над национальном над кремлевском условно говоря уровне это очень печально тем не менее к этим событиям мы шли на протяжении всего путинского правления то есть нельзя ни один из его годов правления назвать каким-то вегетарианским абсолютно не имеющим каких-то репрессий политзаключенных несмотря на то что наши власти регулярно отчитывались а отсутствие политических заключенных стране тем не менее именно последние три года принесли очень серьезное сужение пространство свободы россии поскольку сначала под предлогом пандемии начали сворачивать и фактически сворачивать свободу собраний а также я могу сказать что начались абсолютные запреты на присутствие зрителей на судебных заседаниях на каких-то громких процессах то есть эта ситуация сейчас которая который мы пришли в 2022 году она подготавливалась еще с применением инструмента пандемии когда казалось бы природная чрезвычайная ситуация даже не объявленной в юридическом плане послужила основанием для вполне себе понятных политических контр реформ и сейчас конечно мы впервые за много лет оказались в ситуации когда мы абсолютно уже не защищены какими-то международными нормами в случае любого произвола со стороны наших силовых структур но мы будем тем сильнее укреплять и нашу борьбу за права человека чем меньше у нас к этому легитимных возможностей кстати а вот многие спрашивают про дело филоновой как она продвигается дело наталья филонова она у нас послужила таким спусковым механизмом я считаю к дальнейшему развитию вообще системы политических арестов а на длительные именно сроки поскольку ей грозит срок до 10 лет лишения свободы если бы необходимость была просто припугнуть филонову за ее антивоенные высказывания то ограничились бы частью первой 318 статьи то есть это применение насилия представителям власти часть первая она давала возможность дать такое наказание как штраф либо обязательная работа но ее именно обвинили в причинении серьезного физического ущерба одному из полицейских поэтому вменили ей часть вторую часть вторая вообще не предусматривает иных санкций кроме лишения свободы то есть единственное на что мы можем надеяться это на условный срок но это точно не какая-то альтернатива и власть конечно же смотрит на реакцию общество конечно не совсем довольна тем что сочувствующие приходят к судам пытаются поддерживать во время процесса как там находиться рядом некоторые выступают на прямых эфирах но тем не менее это их не останавливает наши силовые структуры и они видимо задались четкой целью действительно дать реальное лишение свободы я сразу отмечу что филонова убежденный сторонник мирного протеста и уже казалось бы хотя бы по этому то есть по ее политическим убеждениям она не способна применить насилие даже к своим политическим оппонентам она способна экспрессивно возмущаться она может негодовать как-то вербальным образом но она не способна на насилие отмечу что ей вменяется удар ручкой по лицу полицейскому то есть шариковой ручкой острым предметом поэтому часть 2 но при этом при обыске изъяли ручку из портфеля ее ребенка ручку не принадлежащий самой наталья филоновой и оформили ее как вещественное доказательство при молчаливом соучастии понятых назначенного адвоката и собственно самих сотрудников проводивших обыск и сейчас конечно же ей не обоснованно была изменена мера пресечения домашний арест был вполне достаточной мерой учитывая ее публичный статус учитывая то что она высокой периодичностью выходила в эфир тем самым сама себя показывала свою локацию что она действительно продолжает находиться в Улан-Удэ поэтому не было никакой необходимости в ее заключении под стражу но однако же она поплатилась за свою непримиримую позицию проявленную в следственном комитете 15 ноября это происходило таким образом что нас привезли в следственный комитет меня привезли как ее защитника но она стала протестовать против моего допроса в качестве свидетеля она категорически отказывалась выйти из кабинета когда меня допрашивали заявляла что я ее защитник а что она отказывается от назначенного адвоката и следовательно она против того чтобы меня оформили свидетелем и лишили меня в дальнейшем возможности участвовать в этом процессе в качестве защитника я тоже отказалась тогда от дачи показаний полностью отказалась от подписания протокола но его все-таки составили и в присутствии понятых оформили мой отказ как следователь сказал ей вечером того же дня она поплатилась за свою наглость то есть за то что она в следственном комитете повела себя именно таким образом потом когда начался ее допрос она требовала чтобы уже я присутствовала при ее допросе и она уже протестовал против моего недопуска когда все-таки меня не допустили к защите она просто зажала уши руками это не насильственное действие и нет такого чтобы нет в законе такого основания для изменения меры пресечения как наглое поведение или закрывание ушей руками или отказ от дачи показаний только в случае если под следственный мог скрыться от следствие суда либо оказать воздействие путем каких-то угроз или насилия на участников судопроизводства только в этом случае допустимо его заключение под стражу но тут оба эти основания не подходят поскольку она не могла оказать воздействие на сотрудников полиции как на явно превосходящих ее по силе и не пыталась этого сделать а что касается попыток скрыться которые ей вменялись это несправедливое обвинение поскольку она действительно выехала вследствие экстренной необходимости уведомив заранее об этом следователя попросив его о разрешении и максимально быстро вернулась но тем не менее был нужен хоть какой-то повод особенно учитывая действительно ее так называемую наглость в следственном комитете нужен был хоть какой-то повод к тому чтобы поместить ее в СИЗО и сейчас я думаю что она действительно до февраля будет там находиться а что мы можем сделать вот как вы думаете надежда как мы можем может быть обратиться к международному сообществу правозащитной организации как вы думаете как мы можем помочь вот с нашей стороны я думаю что нужно максимальное освещение то есть если вы будете максимально часто проводить какую-то текущую аналитику событий связанных с этим процессом то есть не просто требовать свободу Филоновой а как-то анализировать как идет суд как развивается эта ситуация то есть пользоваться новыми инфоповодами по этому вопросу новыми новыми судами потому что процессов много это суд по продлению меры пресечения обжалование продления меры пресечения и так далее то вот эти вот постоянные упоминания причем в антивоенном ключе они будут конечно содействовать ее освобождению потом конечно если вы будете распространять вот эти эфиры судебные эфиры и в целом интервью которые мне дают наши сторонники то это поспособствует тому что зарубежная аудитория будет видеть как это все в реальности происходило не просто с какого-то совместного перевожения но и действительно путем исследования видеоматериалов с места событий ну конечно они нуждаются в переводах на разные языки то есть я думаю что можно все таки уведомлять даже и европейский суд по правам человека несмотря на то что мы официально исключены из этой системы все равно можно туда обращаться чисто на таком дипломатическом уровне говоря о том в своем обращении что с момента выхода из совета европы политические репрессии в нашей стране только усилились особенно они сильны в бурятии и сейчас преследуют по казалось бы насильственной статье а деятельницу антивоенного движения сторонницу ненасистственного сопротивления филонова напрямую указывая что это конечно же за ее пацифистские убеждения то есть это нужно получается переводить прямые эфиры то есть пускать какие-то субтитры или за кадры перевод и давать собственную аналитику вырезать какие-то ключевые моменты потому что конечно надо брать какие-то кульминационные фрагменты из этих видео и давать им свой анализ то есть комментировать выражать свою точку зрения по этому вопросу как-то объяснять аудитории свою позицию пытаться как-то упростить потому что конечно за рубежом не всякое не всякий специфический момент из нашей судебной практики понятен без пояснений нужно пояснять ну и конечно писать статьи писать обращения собирать подписи и по возможности организовывать в том числе и зарубежные акции протеста поскольку насколько мне известно такие акции уже несколько раз проводились за рубежом и они не встретили какого-то сопротивления со стороны полиции то есть видимо все-таки за границей не преследуют за какие-то митинги или пикетирования в поддержку российских политзаключенных поэтому в этом направлении тоже можно работать я думаю что этих мер будет вполне достаточно мы можем еще добиться ее освобождение надежды вот я помню когда вас задерживали по моему где-то в 2012 или в 13 году а когда вы были в москве по моему так это тогда было об этом писали международная амнистия включила ваши имена в рассылку вот и требовала освобождения политических заключенных и об этом в принципе люди которые получали рассылку международной амнистии узнавали например мой муж но тогда мы еще не были женаты но он мне говорил о том что спрашивал он сказал что вот я получил такую рассылку и там есть надежда низовкина золану дэ и я ему сказала что я знаю я знаю этих женщин в общем это был конечно предмет гордости конечно мне было очень тревожно за вас но в то же время вот и я думаю что наверное действительно стоит больше апеллировать к международным правозащитным организациям потому что вот я думаю что чем больше будут говорить чем больше будет таких обращений тем я думаю полезнее это будет для Натальи Ивановны и вот как бы молчание оно никому не помогает особенно в этой ситуации да совершенно верно поэтому я стараюсь все судебные процессы имеющие хоть какой-то политический элемент обязательно вести гласно публично это очень сложно по сути филонова она и пострадала за гласность судопроизводства она пострадала за то что она требовала вести допрос с прямым эфиром чтобы соответственно ничто не осталось без внимания общественности чтобы все транслировалось следователь за это на нее очень сильно обозлился то есть мы обе отказались давать подписку о неразглашении данных следствия апеллирую к тому что здесь нет какой-то государственной тайны здесь нечего разглашать дело простое кроме того специфицированное и мы говорим сейчас готовы дать показания если я буду допущена защитником и если будет допущен прямой эфир такие же показания как и те сведения уже многократно освещались хотя власти преследуют нас за как раз за освещение судебных процессов и какой-то мере ужесточает свою хватку но тем не менее конечное освобождение в итоге может быть достигнуто только инструментами гласности то есть да сейчас я филонова пострадала тем что она на какое-то время попала в сезон но у нас еще есть шанс не позволить им дать ей реальное решение свободы тогда как в противном случае я думаю было бы обратной ситуации она сейчас спокойно не выходила под подпиской а не выйти вовсе даже и не под домашним арестом а закончилось бы это поскольку дело бы было не публично не освещаемо закончилось бы это решили идеальным сроком решения свободы на 10 лет поэтому нужно выбирать когда рисковать когда идти на жертву лучше сначала рискнуть и пойти на жертву лучше сначала пойти в СИЗО но потом быть освобожденными как это было и в нашем уголовном деле мы действительно вели себя максимально радикально и попали в СИЗО но тем не менее были выпущены в зале суда были освобождены то есть инструмент гласности он очень очень помогает я думаю что нужно обращаться в том числе в ООН нужно требовать призывать точнее автоматическое воздействие на Россию на наши органы власти на наши правоохранительные органы с требованием освобождения всех политзаключенных и стараться детализировать то есть не просто список политзаключенных какой-то выкатывать действительно давать биографическую справку по каждому и указывать не только что ему вменяется но и чем фактически известен этот человек и за что в действительности его мстят уголовным преследованием я уверена что таким образом изначально пострадав Филонова в конечном итоге все-таки может выйти на свободу благодаря таким действиям благодаря свободе слова и в первую очередь эта свобода слова может быть обеспечена поскольку в Бурятии наши СМИ вообще ничего ни разу не написали о деле Филоновой ни о возбуждении уголовного дела ни о том что она помещена уже в СИЗО не собственно о событиях 24 сентября вот с этого массового ареста с которого началась ситуация с ее уголовным делом вот когда на моем прямом эфире было задержано 11 человек на двое суток брошены в камеру про это уже никто ничего не написал и с тех пор так и продолжается информационная блокада то есть 26 сентября уже ночью Филонова выходит на свободу сразу же на нее возбуждает уголовное дело и об этом полная пелена молчания до сего момента хотя раньше раньше с искажениями с каким-то элементом дискредитации но все-таки какая-то информация поступала о задержаниях арестов уголовных делах даже меньшего масштаба даже о каких-то совершенно рядовых задержаниях сейчас то есть человек длительное время находится под стражей и никто об этом не пишет именно из бурятских СМИ поэтому вся надежда именно на зарубежную прессу и благосферу конечно я помню да что вот мы с вами разговаривали когда господи это было 15 лет назад 10 лет назад ну в общем давно очень давно и когда у нас был разговор о свободе слова и я помню говорила что должна быть какая-то цензура ну то есть такие вещи как майн камп или пропаганда нацизма не должны циркулировать сейчас я живу в стране где в принципе свобода слова существует именно в той форме о которой вы говорили то есть нет никакой цензуры если например в германии майн камп запрещена то здесь в сша в принципе можно найти любую литературу и человек имеет право на на то что чтобы выражать свои взгляды если он считает что вот он имеет право на это и вы как раз говорили надежда что цензура не нужна потому что она в наших условиях неизбежно приведет к преследованию людей за мысли преступлений и сейчас я к сожалению наблюдаю да что скорее всего вы были да были действительно правы потому что в россии вот это вот постепенное урезание свободы постепенное удушение оно как раз привело к тому что сейчас мы наблюдаем совершенно чудовищную картину оруэлловского общества где действительно казнят людей за мысли преступления например недавно я читала что написали донос на человека за то что он рассказал свой сон то есть человека чуть ли не арестовали за сон о котором он рассказал где фигурировал президент зеленский то есть это не это просто я мне например даже в кошмарном сне тогда не могло присниться на самом деле сейчас опять проснул а видимо из-за того что сейчас у нас поздно достаточно но что до этого дойдет а скажите вот вот тогда вы это вы именно об этом говорили именно вот эту ситуацию предрекали или это просто вот как бы такие были у вас убеждения и вы не думали что до этого может дойти я не могла предвидеть именно вот конкретики какой именно будет сценарий развития событий но тем не менее я считала что наличие любой лазейки цензурного характера это просто такая щелочка которая будет разрастаться и разрастаться а то есть я предполагала что общество постепенно приучают к необходимости преследования за высказывания по тем или иным предлогам сначала какими-то самыми безусловными предлогами то есть за оправдание терроризма за оправдание нацизма за какие-то такого рода вопросы которые вроде как были объявлены вне дискуссионными не подлежащими обсуждению чтобы значительная часть оппозиции правозащитного сообщества говорила бы ну в этом случае наверное действительно но этот человек наверное действительно призывал к насилию ну здесь наверное мы можем согласиться что репрессии оправданы а потом постепенно расширять круг репрессируемых путем вот такой постепенной прививки цензурной прививки постепенного приучения к тому что преследовать за слово это нормально это допустимо и легитимно что будет именно война я конечно не знала но понимала что если в чечне война то значит будут какие-то и новые войны если в целом страна ведет милитаристскую политику и я считаю что сейчас действительно оправдались вот эти прогнозы вот допустим участника антивоенного движения Евгений Литвинцев он был в первые дни войны по ложному обвинению помещен в СИЗО где сейчас он находится фактически вместе с Натальей Филоновой потому что его обвинили в том что он состоял в экстремистской праворадикальной организации которая в действительности не существовала и поместили под стражу как только он начал выступать с антивоенным лозунгом приходить на мои эфиры писать комменты и так далее оказывать другую помощь то есть надо понимать что обвинения в такого рода экстремизма они могут быть в том числе и сфальсифицированы но если говорить а именно действительно о существующих в реальности каких-то взглядах действительно высказанных от которых человек автор этих высказываний не отрекается я по-прежнему считаю что и в этом случае необходимо строго стоять на позициях того что слово это альтернатива оружию альтернатива физическому нападению совместный конфликт это здоровая альтернатива физическому конфликту поэтому общество нельзя полностью избавить от конфликтов если мы преследуем за выражением мнения мы тем самым подталкиваем насилию вот сейчас мы что наблюдаем мы всеми силами стараемся не давать ни малейшего повода к задержаниям на площадях допустим то есть если я веду допустим прямой эфир то умышленно никто не приносит плакаты никто ничего не скандирует чем это заканчивается все оно заканчивается задержанием у нас уже давным-давно нет каких-то групповых пикетирований но время от времени выходят одиночные пикетчики достаточно часто в том числе и в защиту филоновой то есть выходит совершенно как правило женщина одна одиночная пикетчица ее обязательно задержим то есть что происходит она предпринимает все меры к тому чтобы ее действия не давали повода к задержанию чтобы они были в рамках закона что пикет был обязательно одиночный но это ни к чему не приводит то есть получается что у нас сейчас преследуют вне зависимости от законности или незаконности действий то есть ненасильственных действий будь это действительно какой-то митинг или это будь просто прямой эфир будь это групповой пикетировали или одиночные то есть будь это с точки зрения нашего законодательства правомерное деяние или неправомерное все равно все заканчивается одинаково а начиналось все с того что действительно какого-то маргинала экстремиста осудили подумаешь ничего страшного то есть мы оказались в ситуации когда нам просто не оставили никакого выбора и просто власть сама подталкивает нас к насилию а тут уже мы сами должны иметь свою голову на плечах и свое сердце в груди и понимать что переходить к насилию не нужно нужно пытаться дальше вести просветительскую деятельность и дальше бороться за свободу слова поэтому конечно нельзя было предвидеть что произойдет именно такой сценарий развития событий он превосходит во многом самые мрачные ожидания но тем не менее было ясно что все что начинается с точечных репрессий заканчивается массовыми репрессиями и сейчас у нас как раз и наступили массовые репрессии да все разгоняется и пространство свободы сужается уже мне кажется до безобразия скоро нам запретят думать до сих пор до сих пор все что нас отличало по сути говоря от советского строя это наличие возможности пожаловаться в страсбургский суд нас этого лишили и конечно же отсутствие смертной казни я думаю что смертную казнь сейчас верну потому что выход из совета европы дает к этому легальную возможность и как бы не возмущались наши власти тем что россии исключили из совета европы фактически они даже рады тому что это дает возможность действительно узаконить смертную казнь для оппозиционеров я думаю что скоро это будет реализовано на практике смертная казнь уже функционирует на тем кто клоняется от участия в боевых действиях или так называемым дезертиром во внесудебном порядке она применяется я думаю что отсюда один шаг потому чтобы опять же расширить это пространство и вывести то есть ввести точнее говоря уже смертную казнь в правовое поле современной России надежда вот в сети ведутся разговоры о том что не исключено что будет еще одна волна мобилизации мы прекрасно видели как проходила мобилизация в бурятии то есть еще до мобилизации очень много военнослужащих было отправлено на фронт и затем была это совершенно варварская мобилизация когда собирали всех подряд ночью вспоминался 37 год и казалось бы но вот ковшом вычерпали человеческий мужской ресурс из бурятии неужели они снова пройдутся этим с этим ковшом по бурятии кого есть еще остались еще мужчины которых могут мобилизовать то есть как вы думаете вообще что за ситуация сейчас на месте в бурятии я думаю что мобилизация начнется сразу после нового года как обычно бывает всегда какие-то крупные празднества стараются не омрачать поэтому вот в последние дни перед новым годом конечно никто мобилизацию не введет но затем когда дадут народу определенную передышку возможность погулять отдохнуть после этого конечно будет ужесточение режима в целом и объявление новой волны мобилизации это совершенно неизбежно потому что действительно поступает многочисленные сведения в том числе из военкоматов о том что такие действия готовятся и что количество уже живой силы оно уже иссякло на фронте я думаю что действительно эти процессы пойдут еще даже более ускоренными темпами даже мы видим как сейчас это шло то есть первые же дни выходные просто отправляли в украину не давая возможность обжаловать эти действия тогда как судебный иск давал бы отсрочку на все проведение процесса но не давали такой возможности мобилизованным думаю что в этот раз все будет еще более ускорено а еще более жестко поскольку опять же такие первый шок в обществе уже прошел и уже приучили к тому что так можно принудительно по ночам забирать возить почему именно по ночам то есть допустим в уголовном порядке у нас именно ночные аресты запрещены также как и ночные допросы а почему ночная мобилизация была санкционирована именно для того чтобы устрашить такой вот сплав 37 41 годами я думаю что конечно еще остались те кого можно мобилизовать это все мужчины с различными физическими недостатками с заболеваниями препятствующими службе в армии будут игнорироваться эти заболевания будут набирать и с игнорированием всех медицинских диагнозов ну я могу сказать все кто не готов напрямую отказываться брать в руки оружие по убеждениям совести уезжайте как можно скорее до объявления второй волны мобилизации предпринимайте все усилия к эмиграции кто готов те отказывайтесь отказывайтесь напрямую и отказывайтесь даже превентивно то есть я призываю наиболее мужественную часть мужского населения заранее выступать с публичными высказаниями от себя лично говорить о своих убеждениях о своем превентивном отказе от участия в боевых действиях и возможно возможно в ряде случаев это приведет к тому что такие граждане будут сочтены оппозиционерами опасными агитаторами пацифистами которых может быть даже не попытаются мобилизовать хотя попытаются преследовать как-нибудь по-другому но все-таки очевидно что на фронте наверное не нужны и явные оппозиционеры поэтому это какой-то шанс выкрутиться даже если последует преследование в уголовно-правовом порядке ну и конечно же если уже пришли если уже пытаются задержать или вручить повестку нужно я считаю включать видеокамеру напрямую опять же таки заявлять свой отказ стараться это все сразу же опубликовать в случае отбирания телефона и в случае если вы оказались уже вне пространства публичности все равно стараться оставить свои убеждения очень для бурят очень важным аргументом является ну в частности для бурят важным аргументом является религиозная принадлежность и ссылаясь на принадлежности к буддизму например можно достаточно эффективно обосновывать отказ от службы в армии от участия в войне пацифистскими скажем так религиозными постулатами но это и других конечно конфессии тоже касается потому что везде можно найти какую-то норму какую-то заповедь предписывающие не убиение себе подобных и основываясь на религиозных убеждениях можно стараться обжаловать распаривать действия по мобилизации у нас как-то все наоборот получается да церковь вроде как за да у нас к сожалению и православная церковь и соответственно и хамбу лама тоже все явно выступают в поддержку так называемой спецоперации тем самым они конечно предают свою паству и свои религиозные идеалы но я думаю что отдельные священнослужители могут выступать против вот этой генеральной линии партии и это будет особенно ценно что да хамбу лама во первых он хотя его и называют глава буддистов России на самом деле он не является он является главой одной буддистской организации в общем то даже в Бурятии даже вот среди традиционных приверженцев тибетского буддизма есть несколько организаций которые не входят в традиционную буддистскую самку вот и но к сожалению да к сожалению это конечно разочаровывает что касается православной церкви то там конечно то есть идет ни для кого не секрет что эта организация была в свое время как сказать служила такой резидентурой да КГБ и поэтому я думаю что никого не удивляет на самом деле позиция патриарха Кирилла да конечно да но тем не менее я считаю что если бы они приняли мужественное решение то о несогласии о выражении публично несогласии с такими действиями то хватило бы одного главы какой-либо конфессии для того чтобы очень серьезно повлиять на международную повестку то есть одного патриарха или даже одного хамбала мы бы хватило я считаю для того чтобы а президент прислушался к этому вынужденно конечно прислушался ну с этой точки зрения видимо очень серьезно держат держат их с путем подкупа и путем каких-то угроз на коротком поводке видимо так ну вообще вот в нашей стране да то есть в России нынешней иная позиция просто невозможна потому что когда Путин заявил о том что его основная цель это построение вертикали власти это как раз означало что он строит вот эту пирамидальную структуру которая на самом деле никак не соответствует демократическому устройству и когда человек строит эту пирамиду власти это означает что ну как бы вот должен стоять наверху один правитель и далее как бы он опирается на совершенно лояльных своих подданных и в этой ситуации естественно никто не будет терпеть каких-то мятежных патриархов или мятежных амбулам и так далее то есть они точно такие же чиновники как и губернаторы как и сенаторы так называемые или депутаты то есть это все одна и та же комарилия и это просто говорит о том что вот проект россия он просто заканчивается и он закончился уже и сейчас идет просто агония этого проекта и вот поэтому я считаю что мы можем наверное нужно перейти плавно к другой теме которая является главной наверное темой главным вопросом который сейчас задают и которым задаются многие что же будет дальше потому что ведь не секрет что эта война она ставит точку в развитии россии путин просто подписал приговор себе своему режиму и стране что вы как вы считаете распад россии неизбежен да я считаю что он неизбежен и что вот такие негативные коннотации наподобие развал допустим страны они есть и не правомерно потому что это позитивный процесс сам по себе распад это не развал то есть распадаться можно на какие-то отдельные вещества если если это соответствует какому-то естественному физическому процессу и здесь я думаю что бурятия действительно подаст пример другим национальным республикам к тому чтобы бороться за свой суверенитет другой вопрос что это не обязательно осуществлять именно насильственным путем я думаю что мы можем добиваться конечно очень серьезно и радикально добиваться с использованием всех средств дипломатического давления но тем не менее добиваться конституционной реформы то есть внесения в конституцию российской федерации поправки праве на выход из состава россии любой республики или любой этнической обществе которая исторически территориально закреплена за какой-то территорией но конечно же фактически бескровно это вряд ли произойдет потому что это мы со своей стороны можем придерживаться пацифистских методов борьбы однако же у кремля может быть другая линия поведения и бурятия могут начать бомбить как это было сделано с чечнёй тем не менее я думаю многое все-таки будет зависеть от нас если мы не будем давать повода если никак нельзя будет нас как-то объявить террористами боевиками теми кто осуществляет этнические чистки русскоязычного населения или что-нибудь в таком духе то возможно до этого и не дойдет во всяком случае мы не добиваемся того чтобы страна распалась как-то в обязательном порядке надо просто чтобы каждый этнос имел такое право право создать независимое государство в законодательном порядке а дальше он может уже воспользоваться или не воспользоваться этим правом и если бурятия подаст к этому пример то пройдя сквозь горнила вот этой борьбы мы можем добиться уже легитимации такого выхода для других этносов и они уже будут выходить более легко спокойно и бескровно и думаю что сейчас очень возросло количество желающих действительно создать независимое государство на базе Республики Бурятия потому что к этому нас подтолкнула война и если еще год назад было очень мало тех кто заявлял бы о своем сочувствии подобным взглядом то сейчас таких наоборот стало очень много и по своей вот аудитории могу по аудитории в ю-тубе могу об этом судить по их комментариям многие действительно теперь все участие в войне принудительного участия считают что надо как-то выйти из войны а как из нее выйти может быть выйти нам самим может быть не дожидаться заключения мира между Россией и Украиной а заключить просто мир между Бурятией и Украиной чтобы по крайней мере нам в этом не участвовать а в конечном итоге это завожит прецедент и конечно приведет к прекращению войны в целом потому что это было бы здорово мне кажется это было бы шикарно это было бы шикарно да дело в том что Бурят Монгола РХТ наша организация которую мы создали на базе РХ о котором вы знаете так мы входим также в Лигу Свободных Наций Лига Свободных Наций это политическая платформа которая объединяет такие движения национальные и регионалистские как движения деятелей из Башкортостана Татарстана, Бурятии, Калмыкии, Саха Якутии, Эрзя, Мокша народов Казаков, Ингерманланцев это регионалистское движение и чеченцев, ингушей и наше движение в принципе растет присоединяются новые члены и как раз вот мы вступив в Лигу Свободных Наций мы таким образом хотим обезопасить и Бурятию и наши регионы то есть которые мы представляем от вот этой вот возможной возможной борьбы о которой вы говорите то есть не дать этому сценарию кровавому развиться потому что создав эту платформу для объединения мы таким образом просто почву из-под ног выбьем у таких поползновений на какие-либо силовые как бы методы подавления стремления к независимости, к суверенитету и Россия в нынешнем состоянии когда она уже вот показала так что миф о второй армии мира является мифом на самом деле что это легенда дутая когда проигрывается война позорная и с позором проигрывается она просто не в состоянии будет подавить какое-либо движение если например восстанет Татарстан восстанет например Башкортостан свободный Идель-Урал то есть вот республики Идель-Урала Северный Кавказ, Сибирь то есть они не будут знать куда они должны бежать то есть кого бомбить первого и просто в принципе я думаю уже никаких ну то есть не для кого секретом не является что не хватит просто ресурсов для того чтобы осуществить вот эту осуществить как бы Чечню 2 так то есть они смогли подавить чеченское движение в тот момент но если мы все вместе соберемся и скажем нам хватит мы больше не хотим участвовать в этой империи мы не хотим быть пушечным мясом мы хотим стать независимыми странами и мы будем друг с другом жить в согласии и мире я думаю что есть также и регионы такие как Уральская республика которая объявляла суверенитет в начале 90-х годов я думаю что и в Сибири есть например сильные сепаратистские так скажем настроения регионалистские и на Дальнем Востоке я думаю что в принципе мы можем мы можем говорить о том что можно избежать вот этого сценария которым многие пытаются запугать и запад страны запада и население России вот когда говорят о том что нельзя ни в коем случае допустить распад России потому что начнется кровавый хаос нет почему они говорят про кровавый хаос да почему они так уверены что мы будем друг с другом драться что мы будем воевать что мы там не справимся что у нас ничего не получится что мы не сможем откуда такая уверенность зачем они это внушают ну наверное они пытаются тем самым дискредитировать нас превентивно хотя и понимают что в общем то это мы вполне способны цивилизованно провести эту борьбу по крайней мере со своей стороны но тем не менее пытаются сложить такой облик такой бандитско-террористический облик заранее и облик такой республики которая обязательно получив независимость начнет принудительную высылку всех русских и представителей других национальностей чего мы конечно как раз постараемся не допустить чтобы никаких ущемлений прав других народов не происходило никакого выдавливания из их из новообразовавшейся страны не происходило я считаю что может быть ситуация с Чечнёй так плачевно обстояла именно потому что у Чечни не было достаточно весомой поддержки от других республик то есть все наоборот постарались показать мы не такие как эти чеченцы мы не террористы мы вот сидим себе тихо на месте то есть пропаганда сработала таким образом что действительно смогли освожить образ чеченцы террориста с которым никто не хочет ассоциироваться и при этом Россия в это время не вела действительно какой-то войны на международном поле сейчас я надеюсь ситуация будет лучше потому что во-первых есть еще одна война война в Украине и будет сложно разорваться а во-вторых потому что сейчас борьба за суверенитет приобретет гораздо большую поддержку со стороны других этносов и со стороны международного сообщества и в целом массового сознания будет гораздо более оправданной такая борьба в глазах даже массового зрителя потому что сейчас недовольных значительно больше уровень лояльности к режиму Путина значительно упал в массе и назвать борющихся за независимость бурят так просто террористами и боевиками уже не получится потому что не будет такого априори согласия с государственной пропагандой а вот на это я очень надеюсь но для этого нам нужно уже сейчас показать высокий уровень консолидации межритической консолидации показать что во-первых мы сотрудничаем между собой этнические республики этнические анклавы России мы все друг друга поддержим взаимно и если что мы поднимемся вместе а во-вторых показать межэтническую консолидацию внутри этносов бурятии то есть показать что русские не против нас мы не против русских мы просто стремимся создать независимое государство с новой формой правления демилитаризованное на котором уже не будет никакого ФСБ который не будет участвовать в этой войне навязанной нам а с этим согласятся и русские представители других этносов и если мы с самого начала покажем что эта борьба не носит какого-то националистического агрессивного характера а что наоборот она поддержана представителями других национальностей и одновременно с этим Кремль еще вынужден продолжать воевать с Украиной возможно у него просто опустятся руки мы знаем что бывали революции и сверху что бывали реформы в котором общество принуждало власть и бывали реформы которых не приходилось добиваться насильственным путем возможно мы добьемся вот этой конституционной реформы ненасильственно мы вынудим власть действительно к изменению конституции внесения такой поправки оправе на выход из состава России потому что ситуация сейчас не такая как в начале путинского правления я на это сейчас уповая да безусловно и наша цель естественно это построение гражданской политической нации то есть республика Бурятия это будет страна независимая страна и все граждане независимо от национальности будут граждане Бурятии и в этом наша цель то есть мы не можем как-то даже в принципе поэтому мы и приветствуем в общем-то любые действия которые направлены именно на осознание вот именно этой гражданской гражданской идентичности вот то есть любой человек который живет в республике Бурятия считает Бурятию домом и который согласится принять присягу гражданина республики Бурятия будет полноправным членом общества полноправным гражданином который будет иметь право голосовать но человек должен принять конституцию Бурятия принять и принять эту присягу да я считаю это правильный то есть общество разделится на желающих эмигрировать и желающих принять новый строй и каждый кто его примет он должен сохранить полностью свои лингвистические культурные права то есть не в коей мере не должны ограничиваться его права на пользование родным языком на создание литературных произведений на нем при необходимости может участвовать в каких-то официальных заседаниях в судопроизводстве на родном языке просто бурятский язык будет признан государственным то есть это не влечет в обязательном порядке какого-то ущемления других наций а сейчас наша пропаганда кремлевская она направлена на то чтобы приравнивать борьбу за суверенитет к агрессивному национализму шовинизму как будто бы это не разрывные понятия но на самом деле одно без другого вполне может существовать и действительно правильно было упомянуто про гражданскую идентичность которая наряду с национальной идентичностью должна нас объединять то есть на чем могут объединяться разные народы проживающие в бурятии конечно же на основе своих политических убеждений на основе принятия многообразия как ценности как универсальная основа полагающей ценности и вот это многообразие этническое и религиозное многообразие но будет бурятии только на пользу потому что любое многообразие оно сохраняет позволяет сохранить творческие потенциалы населения я то есть когда мы вот в свое время в 2004 году написали письмо молодое поколение за территориальную реабилитацию бурятского народа где мы выступали против уничтожения автономии и за объединение бурятии с отторгнутыми территориями это письмо подписали представители молодого поколения независимо от национальности то есть подписывали то есть мы в институтах в университетах проводили это собирали подписи вот различных на различных публичных мероприятиях и просто люди на работе или на месте учебы просто собирали эти подписи и у нас были подписи и буряты подписывались и русские и татары то есть независимо от национальности и это просто показывает что на самом деле у нас вот очень сильная очень сильная в принципе солидарность между жителями республики существует и та же Наталья Филонова приходила на наши мероприятия вы приходили на наши митинги так то есть у нас действительно есть сообщество людей которые разделяют одни и те же взгляды и это в принципе достаточно широкое широкое сообщество и я думаю что нам просто нужно стремиться к тому чтобы как можно больше людей узнали о том что существует альтернатива альтернативная точка зрения и альтернативные пути выхода из вот этой ситуации в которой в которую оказалась наша республика втянута и мы предлагаем этот выход да действительно вот тут интересная такая метафора получается есть ли выход из этой ситуации выход из этой ситуации в выходе из состава россия это в общем-то оно само по себе закольцевалось даже на языковом уровне я думаю если раньше нам как-то удавалось сотрудничать на межэтнической основе намного легче это делать сейчас потому что сейчас на волне резкого неприятия милитаризма на волне пацифистских ценностей намного больше появилась точек соприкосновения точнее говоря появилась одна главная большая жирная точка соприкосновения это борьба за мир и на основе этой борьбы то есть основываясь на ценностях этой борьбы нас вполне могут поддержать представители других наций и внутри бурятия подчеркиваю и опять же таки другие этносы которые хотят также создать свои независимые государства которые также должны проявить будут солидарность и в случае действительно вхождения нашей борьбы в активную фазу они должны также выступить с аналогичными ценностями и начать такой же процесс у себя на родине вот я думаю что мы сможем это реализовать только не сразу а через пару лет потому что необходимо все равно еще некоторое время на созревание на накопление возмущения от мобилизационных и от репрессивных процессов это будет это будут самые жестокие года вот ближайшие года два самые жестокие годы жизни при диктатуре а закончится все именно тем механизмом который мы вот сейчас конструируем закончится именно таким сценарием и действительно просто страна будет мирно распадаться и в этом не будет признаков какого-то отмирания умирания это будет распад который подразумевает рождение новой жизни Надежда как вам удается быть оставаться такой стойкой я верю в ценности то есть они во мне очень глубоко возросли и любые репрессии также любые какие-то методы дискредитации они могут только обрывать какие-то верхушки этого дерева вот дерево познания дерево стремления к правозащитным идеалам я наверное давно бы уже выдохлась если бы просто выступала как юрист правозащитник просто бы защищала одного другого третьего с переменным успехом по большей части безуспешно потому что тоталитарная машина не так уж часто дает нам выиграть и конечно быстро бы наступило опустошение психологическое выгорание и так далее но я принципиально иначе смотрю на дело своей жизни я ставлю высокие задачи а не какие-то близлежащие задачи просто кого-то защитить кого-то спасти а именно изменить правовую систему и изменить законодательную базу сами по себе основы при которых мы существуем а вплоть до конституции и так далее та же самая ценность свободы слова она настолько абсолютная это не только свобода политического высказывания это свобода того же самого научного поиска это свобода литературного творчества творчество в кинематографе в театре я считаю что это то ради чего и до меня и жили и умирали многие философы и ради чего мне стоит положить свою жизнь и пока что вот этот настрой он как раз позволяет мне как ни парадоксально сохранить свою жизнь потому что видимо он отпугивает моих противников и они боятся меня уничтожить видя какую-то внутреннюю силу в виде вот этих ценностей в виде этих идеалов то есть бывает что человека религиозные ценности очень сильно укрепляют меня очень сильно укрепляют правозащитные ценности в широком понимании то есть не в понимании а соблюдение нынешнего действующего законодательства а в понимании расширения пространства свободы и расширения категории прав человека я настолько в это свято верю что никак не могу эмоционально выгореть представляете как будет здорово вот я так понимаю что нас готовили к этой катастрофе долго достаточно долго лет 20 внедряли все это в умы и так далее и вот наконец подвели к пропасти толкают мы летим в общем и мечтаем о новой независимой бурятии в которой будут права у человека в которой будет высокий уровень дохода в котором будет замечательное блестящее образование бурятский язык как государственный и вот очень хочется конечно чтобы так и было я думаю что наш политический режим путинский режим он сам приблизил нашу победу к чему стремился этот режим к тому чтобы дискредитировать бурят чтобы возложить на них ответственность за войну чтобы перекинуть на них всю международную ненависть и ненависть Украины в частности чтобы показать бурятию как нечто нерукопожатное и для того чтобы в случае действительно если начнется борьба за независимость международное сообщество просто отказало нам в какой-либо поддержке основываясь на стереотипах на негативных стереотипах но в действительности произошло обратное конечно стереотипы сложились определенные но они же не могут вечно сохраняться и поскольку такими действиями бурятию только подтолкнули к борьбе за независимость к осознанию в принципе этой ценности то есть многие просто полностью поменяли свои убеждения по этому вопросу многие просто считали что нам не нужна независимость а теперь считают что нужна и в результате что произойдет они нас к этому подтолкнули они значительно укрепили бурятское национальное самосознание а если наша борьба будет вестись цивилизованно а если мы покажем свое истинное лицо не лицо зверя а лицо цивилизованного народа то и мир тоже посмотрит на нас по-другому не глазами кремлевской пропаганды и в конечном итоге мы просто все дружно поблагодарим Путина который уже на тот момент будет свергнут и подвергнут суду за помощь которую он нам оказал путем развязывания этой войны развязывания этой пропагандистской кампании против бурят и скажем спасибо товарищу Путину за нашу свободу которую мы обрели к обретению которой нас подтолкнули вот такой будет результат действительно нынешних телодвижений Кремля согласна вообще мы вот начали со свободы да и да просто золотые слова просто можно вы отлить в бронзе спасибо очень рады что мы сейчас берем и конструируем это будущее да и и хочется закончить мы начали со свободы хочется закончить да вот этой мысли что свобода без свободы вернее невозможен прогресс да то есть почему свобода так важна как базовое чувство потому что она позволяет развиваться да то есть если одно единственное мнение тоталитарное и другого мнения не может быть то тогда не существует и прогресса не существует движение вперед да поэтому свобода необходима и просто как важно важно я думаю что здесь существует такая обратная зависимость чем больше сужают пространство легальной свободы то есть легального отправления каких-то механизмов свободы свободы слова собраний совести тем шире становится наша внутренняя свобода то есть мы видим что законодательство ограничивает нашу свободу и в результате это выливается во внутренний какой-то экзистенциальный протест и в том что мы становимся готовы потерять свою физическую свободу и обрести взамен свободу духовную поэтому на далекую перспективу эти репрессии абсолютно бесполезны и только наоборот приведут к нашей победе потому что они могут большое количество просто пересажать репрессировать а эти посаженные будут внутренне гораздо более свободны чем они были на воле и будут продолжать свою борьбу и будут становиться примером для других поэтому вот чем меньше прав человека на бумаге тем больше стремления к борьбе за права человека в реальности да передайте пожалуйста Наталье Филоновой мой горячий привет мы за нее боремся и будем бороться спасибо большое она будет рада услышать хотя она уверена в поддержке но она будет рада узнать что тому есть подтверждение вот спасибо за это интервью спасибо Марине за то что вы организовали сейчас у нас небольшой мозговой штурм о том как мы будем обустраивать свободную бурятию спасибо спасибо большое до встречи до встречи до встречи до встречи